Утро. Понедельник. День тяжелый. У Яра в 6 утра произошел приступ. А я его уже не поднимаю. Стала, дала возможность ему отоспаться. Мы сейчас на занятия. Я быстрее всего там или где-то попозже чуть-чуть расскажу. Что, как, почему и что. Я так думаю, я даже знаю, что предшествовала. Что там у тебя? Ты давай кушай. Ах, вчера там кое-что-нибудь у меня было. Ну и давайте вам чуть попозже. Все, сейчас мы пока бежим. Сейчас покажу. Я распал. Я сейчас готовлю ему оладушек, блинчиков. Это правда я отодвигала, поэтому немножко они расползлись. Сейчас он кашу кушает молочную. И посмотрим. Короче говоря, чуть позже подключимся. Чтобы здесь можно было спокойно рассказать, поговорить. Как всегда. Ты все думаешь, ты предполагаешь. А жизнь располагает. И бац, он тебе. Нам подарили ему магнит. Ну, не магнит, а такой лабиринт. Это шарик надо по лабиринту вывести. И я ему вот такую палочку приспособила. И он стал делать. Причем, что он заводит и выводит. Ну, до конца. Получается. Рукой делает. Да, он рукой ведет. Угу. Он планшет стал. Ну, вот мы, по крайней мере, сюда приехали. У нас этого не было, честно. Он не мог писать. Буквы. Ну, то есть... Тянемся, тянемся, ручкой вперед. Представляю, как ты тянешься. Все, отдыхаем. Так, смотрим. Смотрим. Правая рука. Ну-ка. Ну, вот еще. Следи за кружочком, чтобы он у тебя горел вот таким зелененьким. Все, отдыхаем. Синяя, это правая, да? Синяя, это... А, да, вот. Правая, да, зеленая, линия. Наша третья схема, да. Яра сначала вообще ровная, да, ничего не делала? Да. Ну, вообще ничего не делала. Тогда у него не открывалось же первые там сколько? Четыре минуты. Только в конце более-менее. Ну, в конце хорошо хоть пошло, да, Болю? Все, мы уже отстрелялись. Уже мы походили. Логопед, рука. И теперь сейчас. Все, нет, сейчас уже куда? Мама с тобой сидела. Да, так он и не дал мне посидеть. Логопеду с ним не захожу, тоже я его оставляю. Там он нормально. Но там у меня всего полчаса занятия. Я сидела просто рядышком. Пока убрала, пока разобрала. А она их за руку завела. И не успела выйти. И пришлось просидеть, короче, в голове. Ладно, мы сейчас бежим. Нам надо 15 минут, чтобы дойти садиться быстренько. И уже у нас занятия тренировки. И мама тоже будет заниматься. Тренировка? Да, мама тоже на тренировку. Погодка серая, такая пасмурная сегодня. Да, вообще, скажи, погода такая, какая-то неудачная. Мы с Лёпами домой уже почти подошли. Мы, кстати, живем вот здесь. Отель, а мы напротив там. Так, сзади машинами. Ждем. Так мы идем. Потому что, честно говоря, здесь тротуар, потому что скажут, что что-то по дороге. Но тротуаров здесь нету. Нету, видите? И с этой стороны непонятно, что. Сейчас покажу с той стороны там, как дальше. Вот, смотрите, видите, вторая сторона. Поэтому, убив колеса, коляски практически в ноль, я сделала один единственный выход, выбывая, вывод, что здесь нужно ходить по дорогам. Я просто выбираю, а оно одностороннее. Ну вот, видите, ну как здесь вот ехать на коляске. Три часа дня мы доползли до дома. Купила я рифмандарин, просила. Вот скажите, что это ребенок уставший после тяжелой тренировки. Что? Куда ты пошел? Переодевай. Яр, переодеваться. Он зарядился, поел. Давай переодеваться. Если кто-то за нас переживал, спасибо. В принципе, ребята приехали. Мы, как бы, кто-то сказал, что так терпишь. Тише. Все. Все такие эмоции. Все, тише. Яр, давай раздеваться. Короче, вкратце, что получается, в принципе, я договаривалась с молодыми, а здесь живет их сын и их мама. Поэтому, понимаете, как бы, типа, они, получается, на втором этаже живут, мы на первом. А сами ребята, они живут в другом поселке за городом сейчас. И поэтому такая, получается, это неразбериха. То есть это, в принципе, молодые выставляют, выставляют, например, отопление или говорят там что-то делать. Ну, мама, вот есть мама, 65 лет, не знаю, 56. И она считает, что жить надо вот так. Поэтому блюдо все исправляет. Но это все ерунда. В принципе, вчера они уже приезжали, смотрели. И вот я сегодня, мы пришли с занятий, я смотрю, он уже все сделал. Он восстановил всю трубу, полностью поменял. Короче говоря, весь этот сифон. Так что я надеюсь, теперь мало того, что он вопрос решил с этим животным. Вот. Плюс ко всему, я так думаю, в принципе, ну и запах, естественно, автоматом. Потому что я вчера уже там специально тряпку клала. Но он тряпку убрал. И сейчас смотрю, там сифон весь нормальный, замененный, пока нас не было. Но мы-то уходили рано. В девять во сколько. Я сейчас радуется, что ему теперь можно ходить в ту фонную комнату заходить. Я ему не разрешала. А мне сейчас надо пообедать, его покормить. И надо помыть полы все, вытереть там, чтобы как бы протереть. Все-таки все ходили здесь. И все-таки вчера там животных пытались травануть, как я понимаю. Были вот эти таблетки, которые немножко меня напрягали. Но это все уже в прошлом. Все хорошо, все нормально. Так что у нас ведь тепло. Видите, я раздетая, в принципе. Полы тоже тепло. Правда, на улице похолодало. Но я так думаю, что они сегодня, в принципе, она такая нормальная женщина, в принципе. Когда холодно, прибавляет. Ну, что теперь делать? Старость есть старость. Нам тоже до нее недалеко. Кажется, что так все далеко. Ну, а что? Не успеешь оглянуться. Да, и жизнь-то она уже пробежала. Ладно, сейчас мы переодеваемся. Кушаем. Я даже ведь эти постели еще, ну, как бы так это не собирала. Яру ляжет, пускай полежит. Еще надо рассказать. Ну, вроде я так смотрю по нему, все нормально. Я даже Андрею еще не звонила. Андрей тоже не знает. Андрей, я так думала, об этом приступе узнает. Не хочу вообще как бы сейчас его говорить, ему нервировать. Провировать. То есть, как бы, если будет смотреть уже ролик, значит, уже узнает из ролика. Вот так вот. Чего говоря, не прошло получаса. Но сейчас почти полчетвертого. Больше. Так. Витамины мы глотаем омега. Я все пытаюсь уже третий день накрасить. Уже положила себе под руку. Таскаю с собой в санаторий. В санаторий тоже не хорошо. Вот молоко Яру уже выпил половину. А сейчас он будет, потому что у нас остатки. Мы доедаемся пока до грызаем. У нас остался перчик. Сейчас его доест. Перец. Один. И я ему вареники сделала, сварила. Здесь салат почистила нам. Настрогала нам. Здесь шпинат. В общем, зелень. Там у Петрушки... Не, не Петрушка. Я ничего не куала. А, кстати, лук забыла еще. Сейчас вот чеснок. Огурцы. Перец болгарский. Надо еще просто ничего не заправила. Сейчас пока оставила. Фрукты тоже помыла. Холодильника вытащила. Это себе кофе. Кстати, наши оладушки остались. Вот то, что я готовила. Я раи и не доел. И еще моя овсянка с утра. Я тоже не успела. То, что это остаток молока. Короче говоря, нам сейчас лопать. Я все подоставала с холодильника, конечно, чтобы погреть. А здесь, по-моему, творог у меня такой самопальный. Все, мы садимся кушать сейчас быстро. И потом мне надо еще уборку делать. Странно, посуду я практически все вымала. Это от вареников. То, что вареники я просто покупала. Потому что сейчас, когда занимаюсь, я уже тоже не всегда успеваю. Я еще немножко свои силы не расходовать. Зачем эту уборку? Чтобы убраться надо, потому что все-таки помыть. Вчера хотела полы помыть. Подметать я подметаю. А мыть, честно, просто физически я не успеваю. Я помою сама. Ты мыл? Нет, ты сейчас не будешь мыть. Вчера и ходьбой, то я выбираю, конечно, ходьбу с Ярославом. Поэтому нам надо будет сейчас еще немножко передохнуть и опять пойти. Салат, кстати, кто-то сказал, что, ого, ну здесь помидоры я беру за 50. Когда 45, когда 55 рублей. Таких вот мелких. Ого, маленка только как-то называется. Полевые еще остатки. Огурцы тоже здесь. Как вот здесь трава, пучок 15 рублей. А, хотела, что лук еще будет. Поэтому, в принципе, по большому счету, салат здесь не роскошь. Здесь мы, в принципе, на салатах очень сильно хорошо вылазим. Потому что именно здесь оно, ну пока еще доступно. В принципе, неплохо относительно. Что когда? Я не забыла, я вам расскажу. Просто никак не попадается с нашим, что у нас произошло вчера. Почему приступ был. Я так думаю, ответы в этом. А не в тренировках и в каких-то еще. Он здесь не орет вообще, не орет. Истерик нету. Чуть попозже. Видите, он яро надо кормить. Внимание, внимание. А. Общение, разговор. Мыть полы я буду сама ярко здесь мыть сейчас не будешь. Сейчас, я бы покушаешь, я тебя покормлю и помою. Потому что немножко холодно, прохладно. Я газ включила. Оно все-таки там такая, там морозно. За счет этого здесь тоже, конечно, упала температура в квартире. В квартиру хозяин пришел, прилегал в утопление, объяснил там все, что он сделал в ванной комнате вроде, что сделал, чтобы она не вылазила. Потом мы сделали, они там еще что-то проводили с интернетом. Мы улучшали здесь несколько интернетов. Поэтому, честно говоря, что мне здесь нравится тоже, здесь нет перебоев с интернетом вообще никаких. То, что бывает очень часто, здесь тоже вот это наблюдается. Особенно зимой, когда интернет тоже, да, как бы он то есть, то его ночью нет. Поэтому, честно говоря, даже брала свой мобильный интернет, чтобы хоть какую-то связь иметь. Потому что часто бывает, что вот здесь просто, ну здесь нет. Вот я уже скажу, две недели мы больше. И положу руку на сердце еще ни разу не было перебоев, что просто вот тупо не было интернета. Единственное, что может в ванной комнате его не бывает. Но там чисто видно, а то что отдаление или может быть закрытые двери, когда вот там, там бывает его нет. А так он везде практически, в общем-то, берет. Все, мы сейчас топаем, я дала ящики полежать, отдохнуть, он поел, отлежался, спать, он не стал засыпать. Я пока помыла, полыл. Везде с, ну так это, с шампунем, грубо говоря, с чистящим средством. Здесь помыла, здесь все, в принципе, здесь тоже все убрато. По большому счету, единственное, что вот они пришли немножко, я так не стала кушать, не успела вареники поесть. Ну, я так думаю, мы сейчас сходим, быстро немножко походим, потому что сегодня очень холодно, почти нулевая температура. А потом придем лучше пораньше и сядем заниматься. Уже шестой час, мне еще надо повесить. Вещи посушила, но надо еще их повесить. Так что вот так вот, я думаю, ему хуже от этого не будет. Пускай лучше наоборот движется, потому что я не вижу, что в нем такой пассивности, в нем какой-то тяжелости и боли. Он такой достаточно активный, смеется, хохочет, прыгает, пытается даже слезть. Я еле-еле его удерживаю в постели, чтобы он полежал и просто отдохнул. Вот так вот вам скажу. Посмотрим. Ладно, мы погнали. И так думаю, все-таки разговор наш оставится немножко на более позднее время. Я вообще хотела сейчас вот днем выйти, вот прямой эфир, ну просто от того, что вот пока думаю, я работаю, отдыхать. Я прямом эфире посижу, но то, что хозяева здесь, они туда-сюда, туда-сюда ходили. Здесь просто было вообще нереально, нелогично. Посмотрим, в общем, как бы, чем когда я планирую, я лучше не планирую, а так спонтанно как-то выйти и все, посмотрим. Привет. Сидишь меня ждешь? Пошли ходить. В зеркало отметимся. Я же так вот сейчас грохнусь. Видите, лестница. Такие пролеты, я не знаю, здесь такая. На ширину лапа моей. Поэтому не знаю, как на обходить. Посмотрим. Ладно. Я вот тут помог бабушке одеть, по стирку поставить. Я такой счастливый, довольный. Я его, смотрите, как закутала. Всего в плед, ага. Все, поехали. Хочу вот сказать, посмотрите, в принципе, санаторий полностью. Здесь загружены. И этот корпус, и этот корпус. Все комнаты. Видите, и здесь практически все комнаты, все этажи заняты. Только там четвертый этаж. Вот здесь не занят. Три этажа заняты. И здесь два этажа. Четвертый этаж тоже не занят. Третий этаж не занят. А так, по большому счету, все занято. И там он дальний, вон, тоже, видите, там тоже все горит. Ну, там, наверное, не видно. Там вот тоже дальний корпус, тоже полностью там все комнаты. Говорят, сейчас я положил, он... Он лёг. И начинает песни петь. Ой, в общем, конкретно, как бы, знаете, что получилось? Вчера мы вечером, когда стали пить лекарства, у него получилась эта вот таблетка. Она ушла в зубы. И он её раскрутил, разбрызли. Она у него прилипла на зубе. И я стала, как-то мне стало жалко. Я стала соком туда ему заливать. Говорят, давай пей, пей сок. Он стал, ну, чтобы побольше сока выпей, чтобы она промылась оттуда таблетка. Ну, типа, как потом пальцем что-то ковырять. В общем, не знаю, может быть, я вот это всё... И в итоге, в итоге, я за такую палочку у меня там была от фиников. Я там ей, типа, оттуда выковыривала, чтобы он это всё проглотил. Вроде бы он проглотил. Правда, когда я взяла, ему добавила кусочек маленькой ещё таблетки. Вроде как, типа... И в 6 утра попросил всё пить. Проснулся. Выпил сок. Лёгко, я смотрю, без 27. То есть я подскочила, что у него приступы начался. Вот. И, правда, он такой был недостаточно лёгкий. В принципе, наверное, секунд, может быть, 10. Единственное, что... Я, правда, так его прям вместе с ним на руках. Я давай, Яра, Яра. Он даже в туторах, потому что он даже в туторах спал. Тутора не снимал. И я с ним вместе, в общем, его на руках, на подоконнику стал открывать окно, чтобы оно посильнее было, кислород побольше. В общем, он такой, типа, начал хоп-хоп, типа, что ты здесь, типа, делаешь. И, как бы, вроде, смотрю, раз, так и отошёл, проснулся. И, как бы, типа, приступ я посадила. Вот, давай, давай. Ну, где-то, наверное, секунд, наверное, 10, может быть, плюс-минус. Но сам факт, я не знаю, может быть, просто это дало то, что сейчас всё-таки температура вот здесь такая меняется. Вчера было плюс, сегодня она плюс один, вчера было плюс 13, что ли, резко вот упало. Может быть, честно, атмосферное. Плюс я вчера ему начала ещё магний B6 давать, вот, потому что всё равно он как-то, ну, нагрузки идут. Плюс ко всему у него вот эта носоглотка, она хрюкает, она хрюкает у него чисто вот уже сколько времени, с полнозипамами, так понимаю. У него одно время такая же была картина с, как он, с Топомаксом. Он очень долго, где-то, наверное, с ней больше, чем полгода. У нас такое вот обошло привыкание к Топомаксу. Я уже думала, что у него аденоида, и сейчас такая же фигня опять. Как-то я смотрю, у него на одной ноздре проход очень узкий, с одной стороны. Ну, я не знаю, уже, наверное, когда приеду, я поскольку, если не пройдёт, может быть, к Лору пойдём, покажу. Как будто какая-то отёчность, в общем-то, может быть, вот эта отёчность она даёт. И я в итоге, в общем-то, вчера дала ему магний B6. То есть до этого я тоже, у нас была такая таблетка в капсулах, а это я его 5-5 ему и начал. Но сегодня я ему тоже дала, сейчас тоже ещё на ночь опять. Всё-таки нагрузки уже идут, уже были такие они сильные. Но, в принципе, я не сказала бы, знаете, как бы он раньше скажет, что вот это вот ты нагрузки загружаешь. Потому что мы летом, весной, когда он намного больше, как бы он ещё пытался, иногда бывали моменты, когда он ещё и ревел. Хотя я не помню, я не помню, он плакал, не плакал. Ну, вот я не плакал даже. Сейчас не буду врать. Но до этого были такие дни, когда, ну, вот как бы до тех реабилитаций были такие моменты, когда для него, я считаю, они были на самом деле, может быть, оно по силе нагрузка была меньше. Ну, то есть больше, как бы, относительно для него, потому что он был намного слабее. И ему это было сложнее делать, чем он делает сейчас. Сейчас у него тоже есть очень сложные упражнения, но он их делает, он берёт. Ну, вот оно как бы вообще не связано. Просто, да, первый раз было 4,5 месяца, но ремиссия была сорвана на лекарстве. И в основном, грубо говоря, такое бывает. Бывает, что если, типа, приступ уже начался, то, может, они могут какими-то темпами, а могут и опять загаснуть. В принципе, посмотрим. Потому что мы когда сюда ехали, активность у нас очень высокая по-любому, почти 100%. Она показывает на ЕГЭ, поэтому не знаю, может. Какого-то было вообще первый раз, когда я стала эту таблетку. Вот ему, в основном, я стараюсь, он сразу и проглотил. А это вот он по всему языку, по рту размазал, в общем-то, в принципе, кусками, по зубам. Может, на самом деле она как-то по-своему. Плюс у него слюна, она меньше слюной, может, обратную сторону ушла. Не знаю, в общем, как бы, почему, что. Сейчас очень сложно сказать. Буду сейчас, как все равно, как говорится, конечно, буду пока следить, мониторить за ним. Ну, такого я не вижу. Честно, у него бывает, что он какой-то дерганный, там, еще что-то. Я не вижу сейчас в нем дерганий. И не вижу в нем каких-то таких, знаете, у него бывает, прям вот активность повышается. Он от каждого толчка, от каждого звука, от каждого речи, он начинает дергаться. Он плохо засыпает, он слышит. У него, кстати, слух такой же, как у меня, в общем-то. Ну, с одной стороны, конечно, хороший. С другой стороны, это очень мешает жизни. То есть я слышу, что, вот, честно говоря, они разговаривают наверху, на втором этаже. Я, если так вот встать и прислушаться, просто тормазнуть, то я слышу, даже могу разобрать, о чем идет речь. И вот услышать все. Мы с вами сидим в квартире у себя, то я тоже могу там вот услышать эту речь. Например, Андрей даже говорит, слушай, что ты там слышишь? Говорю, вот опять они там ругаются или что-то там разговаривают, как они достали громко там что-то. В общем, он говорит, я вообще не слышу никого. Я говорю, как не слышу, как они громко там орут. Я даже разбираю слова, какие они орут. Я не знаю, как бы, да. И вот я знаю, что он точно такой же. Он точно так же слышит. Что слышу я, то слышит и Ярослав. Вот так вот можно сказать. Вот такой я, а плюс ко всему, еще с его неврологией, я так понимаю, у него вообще еще обострено, еще более слух. Он еще более четко слышит, так как я понимаю. В общем, и поэтому, когда у него вот эти эпиактивности, она обостряется, то он, как объяснить, он начинает очень сильно, быстро, да. То есть, как бы ему на звуки, на все это. Но я не вижу этого сейчас, почему произошло. Сегодня с утра не могу объяснить. И опять же говорю, может быть, просто на самом деле резко. Потому что у меня в тот день, у меня, в принципе, вчера у меня болела голова, получается. Да, сейчас иду. У меня, получается, вот вчера, позавчера у меня болела голова, начала болеть. Могут, на самом деле, здесь связано с погодой, связано с переходами, вот с этим издавлением. Надо отдыхать, надо спать. Все, все дела на сегодня сделаны, так более-менее. Ну, завтра мы опять на занятии с утра. У нас в 11 часов, в принципе. Ну, в принципе, то же самое. Там все, сначала у нас логопед, потом в 11 у нас их за рука. И уже в 2 часа дня у нас завтра тренировка. Вот так вот. И, кстати, насчет вот этих кето-диет всего хочу тоже потом поговорить. Просто отдельно, может быть, я не знаю, посмотреть. Комментарии я вижу, читаю, но не отвечаю. Потому что иногда мои комментарии, ответы начинают так перефразировать. Там не так сказал, там не то слово. Поэтому это надо просто писать, это надо объяснять. И это быстрее всего я просто поговорить или в прямом эфире, или ответы на вопросы. Ну, ответы на вопросы, не знаю, посмотрим, могу с прямым эфиром или еще что-то. И прямой эфир, конечно, нужно делать, если не в ночь. А прямой эфир буду делать, пытаться днем где-то, ну, во второй половине вечера. До семи, до восьми вечера, вот так вот. Потому что уже когда в десять, в одиннадцать, если яска засыпает, сидеть его тревожит, тоже не хочется, чтобы он лишний раз не нервничал. Сейчас сидит там он. В общем, вот так вот. Ну, все, всем спасибо, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok